В новейшей истории России вряд ли найдется другой, столь же масштабный и значимый проект, как освоение Южно-Тамбейского газового месторождения. Общая сумма инвестиций в реализацию ЕМАЛ-СПГ составит порядка 27 миллиардов долларов. В рублях это более полутора триллионов. Проект поддержало российское правительство, в том числе и финансово. Для Самары важно, что часть заказов компании собирается разместить на предприятиях региона. Вопрос участия промышленного комплекса губерния обсудили на встрече губернатор Николай Меркушкин и глава Новотека Леонид Михельсон. Уже сегодня для нас исключительно важно, что пять очень крупных, где работают десятки тысяч людей с Амарской области, отобраны, которые могут иметь заказы, поставки, длительные поставки, долгосрочные договора в тот проект, который вы реализуете. Много проектов делается, планируется, из-под них проектов в Америке. Мы обладаем информацией, мы знаем, по чем газ, легко посмотреть по фондовому рынку, мы знаем, какая у них себестоимость сжижения. Наша задача совместная – добиться себестоимости меньше при конкурентной цене. У нас в зале же намного лучше, чем на сланцевой. Сразу пять соглашений подписаны с крупнейшими заводами. К работе привлекут такие предприятия, как РКЦ «Прогресс», «Электрощит» и «Сызранский тяжмаш». Они должны изготовить оборудование для завода по производству жиженого газа. Он предусмотрен во второй очереди. Срок реализации – до 2024 года. Причем самарские промышленные гиганты получат доступ к документации еще на этапе проектирования. То есть от них ждут конструктивных предложений по улучшению параметров. Действительно, промышленный регион, уникальный регион и у него серьезное будущее. А вот в таком альянсе с транснациональной компанией, какой является МООТЭК, конечно, здесь есть неисчерпаемые возможности сотрудничества. Сейчас в проекте задействовано 15 иностранных компаний. Но стратегическая цель – отказ от импортных комплектующих. Тем более, что по оценкам экспертов, отечественные предприятия производят оснащение лучше зарубежных аналогов. В частности, это касается электрооборудования. Примерно 10% всех работ могут выполнить заводы самарской группы. Но и эта доля оценивается в астрономическую сумму – в сотни миллиардов рублей. А это тысячи новых рабочих мест. И еще одно соглашение МООТЭК заключил уже с областным руководством. Оно касается развития волейбола, в частности, поддержки детских спортивных школ и продвижения новокувышевской команды мастеров. Олег Зверев, Сергей Баскин. События. Территория Самарской области.